И сперва у нас такая небольшая вставочка, в которой мне хотелось бы поблагодарить людей с никнеймами RedFrog, Смастер и Сэйю за подписку третьего уровня на бусти. Ну а теперь приступаем к реакции. И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. И что ж, мы дождались, дождались, дождались. У нас выходит Ван Гоинге Ошиноко, то бишь Звездное Дитя, второй сезон. Очень я его ждал после просмотра именно первого сезона, да? Да. Также напомню, если кто-то помнит, окей, если кто-то не помнит, то я напомню, что вселенная Звездное Дитя — это вселенная госпожи Кагуи. И если помните мои реакции на первый сезон, то я очень сильно жду такой фан-момент, если так можно назвать, да, чтобы где-то как-то или Миюки, или Кагую, или еще кого-нибудь просто-напросто хотя бы мельком показали, которые никоим образом не будут вообще ни на что влиять, просто-напросто где-то там мимо проходят, или где-то там сидят, ну, чтобы такой вот кадр, типа, небольшенький, хотя бы вот был с ними, да? Но это было бы на самом деле прикольно. Также объясню, что я проснулся буквально где-то час назад, и мне через два часа собираться на работу, но решил, собственно, пока есть возможность, как бы посмотреть, записать, порадовать себя, и надеюсь порадовать вас, собственно, как и на Бусти, так и на Ютубе. Постараюсь, типа, на Ютуб тоже успеть выложить сегодня. Так что давайте без лишних слов приступать к просмотру, но перед этим не забывайте, если еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а также подписываться на Телеграм и на Твич, ссылочки, которых находятся в описании под каждой реакцией. А я всем желаю приятного просмотра, и давайте смотреть. Кстати, если будет опеник, будем слушать. Будем слушать сразу, надеюсь, ничего себе не проспойлерю. Но нужно смотреть сразу. А то он в инкарнации до сих пор не посмотрел. Пропускал, пропускал. Давным-давно бушевала Великая война. Заражались с ней сильнейшие воины, борясь за собственные амбиции и идеалы. Но в битве то и не было победителя. Судьба мира зависела от 21 клинка, что были разбросаны по всему Востоку. Это старое сказание. И начинается оно с героя, что заполучил один из этих клинков. Начало крутое, да? А то я понимаю, что это какое-то выступление. Блэйд. Блэйд. Для меня эти имена вообще не знакомые. Ну, Блэйд знакомые, но... Явно не того, Блэйда я знаю. Монме. Долки. Токийский клинок. Театральная постановка. Ага. Не, я такого не смотрел. Так, сейчас, секундочку. Мы послушаем, конечно же, опенинг. Что за такие скринок, постановка? Ну, то есть... У нас было все про айдола в прошлом сезоне. Ну, да, и фигурировало еще где-то как-то именно кино, но... Театр? Это где-то как-то будет между собой взаимосвязано? В плане рейтингов или... Хуй его знает, короче. Нет, свяжут. Ладно, давайте послушаем. Если что, извините, я... Только вот недавно проснулся и нормально еще разговаривать не научился. Ну, короче, вот эти вот будут каким-то образом переплетаться с нашими. Это вот театралы. Где-то будет какое-то переплетение. Это это история всего лишь вымысел. Роли Тауки. Хошина Аква 16 лет. В роли Саехи Мэку Ракава Акана 17 лет. А это... Постановка «Токийский клинок». Первый день репетиций. Отлично! Это они в главных ролях? Я не думал, что это они будут. Хошина. С первого концерта нового Бекамачи прошел уже целый сезон. Даже больше, четыре месяца. За это время мы уже несколько раз выступили с небольшими концертами. Мы регулярно записываем новые видео и постепенно набираем популярность. Ну а брат, хоть и говорит, что не хочет быть актером, все равно соглашается на все предложения. Странный он. Если честно, совсем не понимая, что у него на уме. Да и не поймешь. А, кстати, недавно у брата появилась очень красивая девушка. Они познакомились на съемках сериала. Все-таки начали встречаться. А еще они вместе странные будут играть в театральной постановке. Правда, он говорит, что это ради работы, и они не встречаются. Даже тошно. Как он так может? Жалко ее. Это да. А у меня самой? Все хорошо. До тех пор, пока я не поднимусь на сцену, на которой так хотела оказаться мама, я и дальше буду айдолом. Так что смотри за мной, мама. Такийский клинок был продан тиражом более 50 миллионов копий. Это манга о столкновениях двух японских фракций и о непростых отношениях между ее героями. Арима играет союзницу главного героя из фракции Синдзюку. Нам же с Аканой досталась роль их противников, персонажей Сибуи. Сюжет постановки охватывает арку конфликта в Сибуи, в которой две фракции сходятся в битве. У нас с Аримой всего пара сцен. Расстроился, что не получится играть вместе с Каной? Вы вроде бы хорошо дружите, да? Все постановь Сибуи происходит. Даже познакомиться со всеми, пришли вместе. Скорее наоборот. Да и когда речь заходит об игре, ее энтузиазм чересчур зашкаливает. А чем меньше общих сцен, тем реже она будет ворчать, что я что-то делаю не так. Это тоже правда. А мне нравится обсуждать, как лучше сыграть. Без конца бы об этом говорила. А мне вот нет. Пускай об этом говорят те, кому актерство по душе. А тебе не нравится играть? Нет. Обычно те, кто выступает на сцене, обожают свою работу и думают только об игре. Но только не я. Для меня это лишь способ дорваться до правды Абай. Директор театра Ла-Ла-Ла, Кендай Чи Тошара. Он был как-то связан с Саей, и я согласился из-за него. Я должен подобраться. Я должен подобраться к нему. Понял. Перерыв уже скоро закончится. Да. Аква, постой. Идем. Пошла в образ. Меня единственное, что смущает, что может быть я что-то не помню с первого сезона. Какие-то моменты, какие-то детали. Просто у меня абсолютно не было времени для того, чтобы вновь пересмотреть, где-то хотя бы, хотя бы так вот бегло, пересмотреть первый сезон, да, и начать как бы смотреть второй. Не было на это времени, поэтому я сразу приступил. Я даже, если честно, не совсем... То есть я в общих чертах помню то, как закончился первый сезон, да, но какие-то моменты, какие-то детали, вполне вероятно, мог забыть или упустить. Ну, или просто-напросто, ну, как бы, не помнить и вспомнить потом на протяжении просмотра, да. Ну, извиняюсь, не было реально времени для того, чтобы пересмотреть, но лучше всегда перед тем, если есть какой-то перерыв между сезонами, да, а вы при этом смотрите много различных, типа, где-то какие-то тайтл, то лучше хотя бы вот так вот бегло пробегать, пересматривать для того, чтобы было большее погружение, но у меня на это не было времени. Синдзюку всегда был разрознен. Лишь недавно кто-то заставил их объединиться. Тодд Блэйд, если я не ошибаюсь. Хм, интересно. Что ж, я выясню, что он за человек. Только смотри, не развяжи Синдзюку войну по неосторожности. Могу я тогда пойти вместе с ним? Теперь на сцене одни профи. Имя моему клинку и в отдаче. Оно и неудивительно. Арима играет давно, а актеры театра Лава Лай всю жизнь на сцене. Я сомневался в Мелси, но даже он по сравнению со сладким сегодня играет очень неплохо. Кажется, у Аквы это роль первая, но он внимателен и все схватывает на лету. Как-никак их отбирал сам Кобураги. Его актеры всегда хороши. Особенно интересно наблюдать за Аримой и Аканой, бывшей и настоящей звездами своего поколения. Одна из актрис полностью вживается в свое. роль, другая же подстраивается под игру остальных. Их стили так не похожи. Ну хорошо. Идет на одно, Акана на шаг впереди всех остальных. Как бы Акана не затмила Аримой. Еще увидим. Что-то твой клинок слишком хорош для бродящего самурая. Ведь у нас играет сам Химекава. Ты ведь Арима, да? Играй на полную. Протагониста кийского клинка. Блейд. Тайки Химекава. 19 лет. Какой состренный бородатый. Если словами решить все не получится, то да. Победитель в дуэли и получит клинок. Договорились? А то как же. Но мяч мой! Не жалуйся, если покалечим. Это мои слова. Получай. И это все? Какой как ты, мне неровня. Это мы еще посмотрим. Ну что, уже сдаешься? Не за что на свете. Готовься, тебе конец. Ну то есть, в общем, они обе хороши. Потому что одна из них все-таки больше выглядит, знаете, типа как заучка получается. Та, которая все заучивает до дыр. И все делает полностью идеально. То, как оно должно быть. То, как оно правильно. То, как оно надо, да. И у нее это очень хорошо получается. А другая очень хороший импровизатор. И импровизирует сразу же по ходу, да. То есть, ее сложно поставить в какое-то такое неловкое положение, в неловкую где-то какую-то ситуацию, да. В случае, если где-то какой-то там конкурс произойдет, она сможет из него вылезти и выкрутиться. И сделать это таким образом, что это будет вписываться в рамках общего сюжета, либо момента, сцены и так далее. То есть, будет выглядеть так, как будто бы реально так и было задумано, да. То есть, одна импровизатор, другая просто очень хороший актер. Римакана, сходим пообедать. С удовольствием. Как раз хотела расспросить тебя обо всем. Мелт, давай с нами. Что, а можно? Конечно. У нас ведь много совместных сцен. Кана? Ещё совсем недавно она просто подстраивалась и не показывала такой хорошей игры. Ни разу не видела. Чтобы от её выступления просто нельзя было отвести взгляд. Она смелее и настойчивее. Неужели это из-за работы Айдол? Ла Лай давно топчется на месте. Сказать по правде, я согласился пригласить других актёров лишь потому, что театру уже очень нужна подобная встряска. Никто из них не хочет уступать другим. И после игры этих двоих никто не останется равнодушным. Остальные изо всех сил думают, что они могут противопоставить тем двоим. Да не, мне кажется, ему похуй. Уж актёры. Обычно перед любой постановкой на репетиции отводят месяц. Они начинаются днём и идут 6-7 часов до самой ночи. Многие актёры очень заняты, поэтому все приходят нечасто. Например, у главных актёров почти всегда есть роли в других проектах. Чтобы не мешать репетициям, они нанимают людей, которые играют вместо них. Но актёры театра любят играть. Поэтому обязательно приезжают, даже если успевают поздно. Ари, можно тебя на минуту? Чего? Слушай, как читать это слово? Всякие моря. Спасибо. Что? А я думал, тут Бадзин. Ты такая умная. Ребят, стыдно такое не знать. Почему никто из актёров не умеет нормально читать? Хоть изредка бы книги открывали. Я как-то не очень люблю эти книги. Обычно видео смотрю. Да, понимаю. Я только манго и читаю. Для актёров это не так важно. Третьему дню репетиций актёры разбились на группы. Принесу вам книжек район. Главные герои. Актёры лавала. Просто спросили, как слово читается. Захуесосило. Ещё мой парень. Он вечно один. Похоже, ему не просто даются новые знакомства. Ещё бы. От него так и веет мраком. Да ему просто не сильно это надо, вон у себя на уме. Смотришь, как Кана играет? Ага. Ну, знаешь, а как же я? Обычно Арима старается не выделяться на фоне остальных. Её можно понять. Раньше чересчур яркая игра могла стоить ей работы. Потому, чтобы этого не случилось, она стала сдержанней. Она снималась с посредственными актёрами, потому и играла посредственно. Ребёнок, который может... Но теперь... На сцене с ней не кто-нибудь, а звезда Ла-Ла-Лай, сам Химикава Тайки. И она вполне может с ним сравниться. Аканы, ты ведь соперничаешь с Аримой? Такими темпами ты проиграешь. Причём в сухую. Злиться. не ребенок рожи корчить о себе бы побеспокоился сам-то ничуть не лучше меня это состязание не интересует ну да вот от линии таланта не хватит с вами тягаться признать то что типа хуже смысла где так торматься нет и тем более целью убейте всех до единого другие рукава можешь прочитать реплику жестче атмосфера должна быть напряженной хорошо так значит нужно играть жестче может так хорошо пускай будет так пускай будет так но как-то с улыбкой типа я бы не сказал что жестко в этой постановке у меня одна за другой проблемы в моей игре и причина тому сценарий мой персонаж сэйхиме даже в оригинале появляется не часто хоть по сюжету она возлюбленная толки фанатам больше понравилось видеть с ним цуроги а потому сэйхиме стала появляться в манге еще реже она проиграла застязание в популярности она второстепенный персонаж на главном предназначении который концу манги позабыли парням обычно нравится жизнерадостные девушки такие как цуроги ведь так наверное даже в манге в любви больше повезло цуроги и если так будет и дальше от нее совсем ничего не останется то есть в общем я попался не появляется в манге так я не могу разобраться в ее характер ну и попался сложный персонаж по кусочкам собирать информацию и заполнять пробелы самостоятельно вот только то как я представляю сэйхиме несколько отличается от того какая она в сценарии даже больше она здесь вообще не такая сценарий она шаблонная злодейка в оригинале принцесса тихая и добрая убийство людей для нее тяжелое решение но чтобы упростить сценарий ее сделали бойкой и кровожадной теперь она будто настоящая маньячка я понимаю что при адаптации манги для постановки нельзя избежать изменений но для многих сценаристов это лишь отговорка бедная сэйхиме я и так в манге досталась а тут еще и со сценарием не повезло но мне ты нравишься но я ничего не могу сделать в конце концов этот сценарий утвердила автор хочет играть ее такой какая она есть на самом деле а приходит и подстраиваться под то как вы видите постановка токийских клинок и пытается сделать репетиции привет давно не виделись но эта серия у нас короче будет более знакомства и понимание то чем они будут заниматься до утра сценарист пришел на репетицию сегодня еще автор клинка придет может он здесь ради нее слушай а что ты думаешь о сценарии он ведь немного отличается от манги пожалуй он хотя бы соответствует оригиналу он сотню раз лучше сценария сладкого сегодня да она и правда было ужасным если тебя что-то волнует почему не спросишь у него но я не могу актеры должны следовать указанием режиссера если актеры начнут носить свои правки будет неразбериха и вообще обычно киндоичи не позволяет даже критиковать других актеров за их игру плюс-минус согласен но смотря еще какой и какой режиссер наверное то есть есть те которые заткнут тебя сразу же и причем моментально да есть те которые выслушают типа почему бы не то есть ты хотя знаете сложно потому что это уже утвержденный сценарий о нем думали рассуждали где что как лучше сделать какого персонажа каким лучше сделать что где как лучше чутка переделать чутка где-то как-то исправить поправить да если вдуматься если абсолютно каждый актер который будет играть своего персонажа будет ходить к режиссеру и говорить что а давайте лучше сделаю так а может быть лучше сделать эдак а потому что вот так то нужно надо надо сделать так будет лучше, а вот так вот она в оригинале, а вы это поменяли вот так, а это как бы совсем как бы не сходится. Если вот начать вот так вот сильно нудить, и при этом будет делать это каждый, то это просто будет пиздец, согласитесь, да, для режиссера, ну, просто-напросто. Даже я бы, наверное, не выдержал, и у меня бы появилась какая-то агрессия, я бы сказал бы, пиздуйте нахуй, играйте так, как есть, то есть заебали. Вот вам сценарий, играйте, все, ваше дело как-то маленькое, да? Где-то как бы именно так сказал бы. То есть смотря какой режиссер, и слишком сильно, наверное, нельзя где-то как-то именно всем что-то высказывать. Может быть, какие-то малейшие оправки, но снова же. Не хочешь сходить на Smash Heaven? Я могу еще достать для тебя билет. Давай. Извините, у Куракавы есть вопрос по поводу сценария. Может, вы поможете ей с ним разобраться? Эй, зачем, Апу? Ну ты сама стеснялась. Хочу ведь спросить у обоих сразу. Ну, ты, конечно, прав. Мм? Что за вопрос? Не стесняйся, Куракава. Но я хочу спросить про Саихиме. Как бы сказать, я не могу ее понять, почему она поступает так или иначе, что ее движет. А, по сравнению с мангой, она стала более резкой, так? Да, точно! В манге у нее внутренняя борьба. Ну да, все так. Эта часть мне далась не так просто. К сожалению, если оставить ее внутренний конфликт, он займет слишком много времени, и мы не успеем показать другие сцены. В манге чувства можно передать всего одной панелью. На сцене же их раскрытие может занять в несколько раз больше времени, чем у нас есть на самом деле. В этой истории много персонажей. Для того, чтобы успеть показать их сложные мотивы в постановке, рассчитанной на два часа, неизбежно нужно что-то упрощать. В противном случае, сцены будут казаться разрозненными, и зрителям будет трудно понять, что происходит. И упрощение в основном идет на второстекольных персонажей. Если бы всегда можно было бы сохранять оригинал, сценаристы были бы не нужны. Вот как раз наша задача и решить, что оставить, а что лучше отбросить. Я и сам большой фанат этой манги очень не хотелось ее изменять. Но все-таки это моя работа, и с этим ничего не поделаешь. Толковая по факту объяснила. Тем не менее, роль исполняешь ты, а не я. Поэтому некоторые части я могу переписать под тебя. Не обнадеживай ее. Я и сам прочитал несколько томов от Эймана. Беспокойство с Эйхимой лишь помешает сюжету. Если сделать ее более выразительной, это упростит внутренний конфликт и позволит сосредоточиться на других частях сюжета. Этот прием часто используется при адаптации. Длинок не исключение. Но в этой постановке основная цель не в том, чтобы показать внутренние переживания. Главное органично вписаться в общую картину, чтобы отношения между персонажами было проще понять. Ну вот тебе и ответ. Он тебя устроил? Да. Ответ даже меня устроил. Проще понять, да. Эй, всем внимание! Ну все правильно, нормально объяснили. Что есть конкретно время, два часа для того, чтобы показать вот этот вот, не важно, спектакль, называйте как хотите, да? Если каждому уделять время, то, как это делалось, допустим, там в манге, да, то просто-напросто, ну блин, не хватит там не то, чтобы там два часа, не хватит там и дня. Поэтому нужно где-то как-то что-то обрезать, где-то что-то урезать. Нам бы этого, блядь, не знать, смотря на экранизации многих аниме, сколько, сука, обрезают, сколько вырезают. Так что нам становится... Да, мы все равно, у нас жопа горит. Но ничего не поделаешь с этим. Так уж приходится им делать. И, само собой, зачастую это падает именно на второстепенных персонажей. Где-то как-то их урезают, упрощают для того, чтобы по итогу где-то как-то именно уложиться в это время. А сегодня особенный гость! А, ну... Здравствуйте. Знакомьтесь, автор токийского клинка Абика. А я Кичи Джоджи. Ему 22 года? Здравствуйте, Кичи Джоджи! Привет, Арима! Мы со Сладкого сегодня не виделись, да? И ты здесь, Аква! Рада тебя видеть! Я тоже. И я тоже. Здравствуйте! А, здравствуй. Привет. Я все понимаю, но можно было и помягче. Ее можно понять. Ты ее адаптацию испортил. Не удивлюсь, если день ее ты смертный враг. Наверное. Здравствуйте! Очень рада встрече! Ну же, Абика, поздоровайся. Все такие классные. От одного взгляда на них смущаюсь. Я понимаю, но все же. Можете присесть и посмотреть репетиции. Да, спасибо вам. Ну что, вам нравится? Все так здорово играют. Постановка точно удастся. Это точно. В театре Лола и все актеры в пропе. Я уверена, все очень стараются и много тренируются. А все-таки это девочка. Я поначалу подумал, что парень. Обычно про актеры говорят не тренируются, а репетируют. Сидел, молчал, ждал, пока убежусь, кто это. Я в этом совсем не разбираюсь. Они молодцы. У меня бы так не получилось. И поэтому я хочу кое-что узнать. У меня есть один вопрос. Ну, если девочка, тогда стеснение можно, типа, понять 20-го года. Можно ли еще изменить сценарий? Конечно, можно. А какую часть? Какую часть переписать? Ну, полностью. В смысле? В смысле полностью? Сразу смотри, как голос изменился, как голос поменялся. Можно, пожалуйста, переписать? А что вы хотите переписать? Полностью, нахуй. Все, блядь. Да вряд ли. Да бля. Хотя это же автор манги, да? Она, получается. Где-то как-то... А вообще, как оно происходит в мире? Если хотят, допустим, где-то что-то экранизировать, понятное дело, автор манги должны запошлять. Правильно? И он должен одобрить тот либо иной проект. Если хотят именно по тому, что его где-то что-то сделать, он обязан дать свое добро. Если он его не дает или он что-то хочет изменить, то те, которые хотят это реализовать, хотят это экранизировать, они обязаны будут подстроиться под желание автора манги. Так ведь? Под желание мангаки. То есть от него все зависит. Ну, так и должно быть, наверное. Собственно, как и различные книги, по книгам снимаются какие-то фильмы, тоже автор книги, если он при жизни, либо тот, который обладает именно правами на это все, нужно договариваться с ним, и он тоже где-то может вносить какие-то поправки, какие-то изменения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, окей, я не знаю, вот сейчас мы послушаем эндинг, наверное, если он, если таковой тут есть, может быть, и есть, времени еще осталось, ну, полторы минуты, может быть, и есть. Ну, вот, а потом поговорим, потому что мне в целом, наверное, по первой серии даже нечего-то и сказать, так что давайте послушаем. Что сказать по первой серии? Ну, понятно, что будет продолжаться именно основной сюжет, и то, что будет продолжать искать того, собственно, отца, получается, так и будет продолжать именно искать, да, но как-то чуть-чуть, как-то такое-то объяснить. Первый сезон был полностью весь, считайте, где-то как-то в плане именно айдолов заточен, да, и также его сестра постоянно присутствовала. Сейчас такое ощущение, как будто бы ей и места такие там сильные не будет, да, и больше складывается впечатление, что на протяжении всего этого сезона будет именно вот эта вот какая-то там театральная вот эта постановка. Это не есть плохо, не есть плохо, но как-то чуть-чуть придется как-то вот перестроиться, да, потому что там мы постоянно видели, или это просто такая первая серия, там мы всегда видели взаимоотношения как бы главных героев типа вместе друг с другом в различных типа где-то каких-то ситуациях, то они там где-то там в этой вот школе, то они где-то на какой-то там репетиции, то они вместе хотят типа там стать айдолами, да, и вместе стараются именно продвигать свою там эту вот группу, их вот эти вот все взаимоотношения, веселые где-то какие-то моменты, продвижения, ну, то есть в первом сезоне много всего было, да, было много, много всего, много вот, я не знаю, как это объяснить, то есть если в этом сезоне большая часть времени будет уделена непосредственно именно вот этой вот театральной постановке и экранизации вот этой вот манги, и то есть что-то будет происходить постоянно внутри стен непосредственно именно там, где проводится репетиция, ну, будет такое себе, поэтому я надеюсь, что слишком много времени они на это не потратят, то есть будут какие-то, как-то это разделено на какие-то части, на какие-то такие вот маленькие арки, да, и будут показывать что-то еще, ну, то есть нужно, чтобы, ладно, хорошо, типа, этот вот театр, это все остальное, чтобы показывали взаимоотношения типа остальных в других где-то каких-то типа там местах, да, не только конкретно именно в стенах это вот место, где проводится вот эта вот репетиция, да, а чтобы и в общем показывали, где-то какие-то их взаимоотношения типа вот в других различных местах, вот этого вот хочется, ну, тогда будет просто какое-то такое вот большее погружение, потому что, вспоминая первый сезон, там было именно вот много всего этого, и здесь, посмотрев эту первую серию, у меня в общем пока что не сложилось где-то какое-то впечатление, да, и я не могу сказать типа крутое то, что я посмотрел, или не круто то, что я посмотрел, то есть пока непонятно от слова совсем ничего, да, ну, то есть нужно смотреть дальше, и дальше уже будет видно, как будет вливаться этот сезон, и станет он хорошим, и или же все-таки будет таким себе, то есть пока абсолютно нет никаких мыслей, и пока я утверждать на все 100% целиком и полностью не могу касательно именно того, как по итогу все сложится, и каким по итогу выйдет этот сезон, вот, так что давайте просто-напросто ждать следующих серий, и там уже постепенно делать какие-то выводы со временем, вот, а на этом моменте, да, сказать нечего больше, поэтому, ребята, буду заканчивать, заканчивать, да, и буду со всеми прощаться, извините, что, в общем, сразу же решил записать эту серию, после момента, как я проснулся, ну, мне и хотелось посмотреть, самому было интересно, и плюсом ко всему хотелось выложить плюс-минус именно вовремя, плюс-минус в день выхода, да, и вполне вероятно, что вот это вот мое состояние, что я перед этим ничего не посмотрел, да, где-то как-то вот так вот не обвыкся, может быть, из-за этого и реакция выдалась уже, ну, не совсем такой, то есть она была бы совершенно где-то какой-то иной, если бы я подождал еще какое-то время и посмотрел бы потом, то есть посмотрел бы, допустим, там завтра или если бы у меня было больше времени, не нужно было бы идти на работу, посмотрел бы там через пару часов, когда бы больше отошел от сна, да, и все это выглядело бы иначе, потому что и разговорчивее я был бы намного, вот, нежели чем сейчас, ну, уж как есть, уж очень хотелось посмотреть и их очень хотелось выложить и все это успеть сделать и уложиться в то время, которое есть у меня до работы, так что извините, но все-таки надеюсь, что вам понравилась эта реакция и всем тогда доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok